Все. Ваше Преосвященство, уважаемые отцы, матушка Игумения, братья и сестры, сегодня будем беседовать вновь о отце Иоанне Кронштадтском, о его житии. И в прошлый раз мы остановились на том, и не начали еще обсуждать, как проходил день отца Иоанна Кронштадтского. Но начинался он очень рано, в 3 часа утра. Отец Иоанн просыпался и совершал положенное правило для божественной литургии. В житии написано, что в 4 часа утра он уже выходил в храм, то есть направлялся в собор. Вероятнее всего, что он за час не успевал бы прочитать все правила, это лишь была некая часть его повседневного правила. Но в житии сказано, что с 3 до 4 он молился, в 4 направлялся в собор. При этом в соборе уже его ждали паломники и нищие. То есть паломники – это люди, которые приехали, чтобы взять благословение отца Иоанна. Это люди, которые привезли ему свои скорби, свои печали, давали записочки, чтобы он помолился, как мы говорили в прошлый раз, жертвовали деньги. Ну а нищие люди – это те, которые ждали, что он по своему обычаю будет щедро раздавать милостыню. И такое раннее время никого не смущало. Люди имели конкретную цель и не видели никаких препятствий достижению этой цели. Отец Иоанн приходил в храм, совершал богослужение. Сначала совершалось утреннее. То есть мы знаем, что вообще положено совершать ее с утра. Наша современная практика такова, что мы совершаем вечером. Но вот отец Иоанн Кронштадтский совершал ее утром. При этом в житии сказано, особенно подчеркнуто, что он каждый раз сам читал канон. Уделял этому особое внимание, придавал большое значение. Читал внимательно, вдумчиво. Сам осознавал смысл прочитываемого. И читал так, чтобы люди слышали хорошо и понимали. То есть можно сказать, что он не читал канон, а молился посредством чтения канона. После того, как оканчивалась утренняя, начиналась и исповедь. Мы знаем, что отец Иоанн был особенный исповедник. Он исповедовал людей так, как никто другой. При этом не самовольно ему было дано разрешение Святейшего Синода принимать исповедь общую. Это было связано с тем, что огромное количество людей приходило помолиться с Ацуманом, поисповедоваться у него все не могли. Если причащать несколько тысяч за раз он мог, ему помогали священники, он сам причащался с нескольких чаш. То исповедовать, конечно, такое количество людей невозможно, и он совершал общую исповедь. Я бы хотел немножко зачитать, как это происходило. Производила она, это общая исповедь, на всех участников и очевидцев потрясающее впечатление. Многие каялись вслух, громко выкрикивая, не стыдясь и не стесняясь своей грехи. Здесь интересно, что собор, который вмещал пять тысяч человек, он всегда был наполнен. И среди этих людей были те, кто пришли причащаться, исповедоваться, молиться. Но, конечно же, находились и те, кто ради праздного любопытства приходил и находился в общей массе. Конечно же, были причастники. Причастие длилось в течение двух часов, как уже сейчас я сказал. Было заготовлено сразу несколько чаш. Причащал отец Иоанн, причащали священники, сослужащие ему. Но сам он причащал не из одной чаши. Он несколько раз заходил в алтарь, ставил опустевшую чашу на престол, брал новую и снова выходил. Прекрасно мы понимаем, что это очень сложно, это большой труд. Вот сейчас в больших храмах и в большие праздники, большое скопление народа, причастие может длиться 30-40 минут. И все чувствуют, насколько это сложно. А когда причастие два часа, причащаясь в нескольких чаш, со всей ответственностью, это действительно очень большой труд. Литургия длилась до 12 часов дня. И после этого отец Иоанн направлялся в город Санкт-Петербург, чтобы посещать больных, людей, которые приглашали его для совместной молитвы. Но еще бы мне хотелось предварительно зачитать о том, как проходила божественная литургия. Здесь текст довольно продолжительный, но написано в житии так поэтично и возвышенно, что мне хочется не самому рассказать, не перефразить, а именно прочитать. По свидетельству очевидцев, сослуживших отцу Иоанну, совершение отцом Иоанном божественной литургии не поддается описанию. Ласковый взор, то умилительный, то скорбный, в лице сияние благорасположенного духа, молитвенные вздохи, источники слез, источаемых внутренне, порывистые движения, огонь благодати священнической, проникающие его мощные возгласы, пламенная молитва. Вот некоторые черты отца Иоанна при богослужении. Служба представляла собой непрерывный, горячий и молитвенный порыв к Богу. Во время службы он был воистину посредником между Богом и людьми, ходатаем за их грехи, был живым звеном, соединявшим церковь земную, за которую он предстательствовал, и церковь небесную, среди членов которой он витал в те минуты духом. Чтение отца Иоанна на клиросе было не простое чтение, а живая, восторженная беседа с Богом и его святыми. Читал он громко, отчетливо, проникновенно, и голос его проникал в самую душу молящихся. А за божественной литургией все возгласы и молитвы произносились им так, как будто своими просветленными очами лицом к лицу видел он пред собой Господа и разговаривал с ним. Слезы умиления лились из его глаз, но он не замечал их. Видно было, что отец Иоанн во время божественной литургии переживал всю историю нашего спасения, чувствовал глубоко и сильно всю любовь к нам Господа, чувствовал его страдания. Здесь, конечно, священнослужителям пример какой. Хотя бы надо, подражая отцу Иоанну, постараться так же четко, громко, не спеша, внимательно произносить возгласы. Если так бывает, священники читают канон или парими, или апостол. Так же с рассуждением, с благоговением все это совершать. Интересно, что во время божественной литургии отцу Иоанну прямо в алтарь приносили телеграммы. Отец Иоанн находил время, чтобы сразу их вскрыть, ибо там были записки, и он сразу же за божественной литургией поминал людей, которые просили его молитвы. Далее, как уже было сказано, он направлялся в Петербург, и он посещал людей. И это занимало у него большую часть дня, потому что домой, по свидетельству очевидцев, и из жизни описания, мы знаем, он возвращался ближе к полуночи. А сейчас стоит еще раз вспомнить, что в три часа утра начинался его рабочий день. То есть были даже такие дни, когда отец Иоанн вовсе не спал. Может быть, где-то украдкой, когда передвигался на карете, мог вздремнуть, но в целом это, конечно же, не отдых, это не сон. Сам отец Иоанн говорил, что таким образом трудиться можно только при помощи Божьей. Никаких человеческих простых сил на это никогда не хватит. Отдельно стоит отметить, что отец Иоанн очень много ездил по России, посещал различные города. Здесь, на слайде, мы видим, что он на телеге, но это в своем родном селе, в Суре, передвигается он. А по городам, не на телеге, но в карете, между городами, железная дорога, конечно, но в целом мы прекрасно понимаем, что эти путешествия, они давались большим трудом. Даже сейчас на очень хороших автомобилях, когда преодолеваешь большое расстояние, чувствуешь, как ты устал. А в городе Ейске, например, есть некоторые улицы с брусчаткой, которая сохранилась еще со времен закладки города. И даже по этой брусчатке на машине хорошей проезжаешь и понимаешь, насколько это дискомфортно. А уж тем более на карете. Конечно, кареты в то время могли быть и с амортизацией, то есть там были ресторы установлены, и обивка могла быть хорошая, приятные сидения. Но все равно это очень-очень тяжело. Но ради того, чтобы совершать дело Божье, проповедовать, молиться с людьми, благоставлять народ Божий, отец Иоанн все эти трудности преодолевал. Когда он путешествовал на пароходе по реке или по каким-то водоемам, люди бежали по берегу в направлении движения парохода, а некоторые просто становились на колени, тем самым испрашивая благословения у отца Иоанна. Вот интересный случай в имении Рыжовка, близ Харькова. Вот это усадьба Рыжова, но я точно не знаю, здесь ли размещали отца Иоанна или не здесь, потому что мне в интернете сложно было найти эту информацию. Но я так понимаю, что или здесь, или в подобном имении в Харькове разместили отца Иоанна, когда он приехал. Так вот люди, которые скопились возле дома, где пребывал отец Иоанн, они напрочь вытоптали все газоны, все цветы, уничтожили вокруг всю растительность. Не от хулиганства, понятно, не от баловства, люди просто в огромной массе, они не могли вмещаться во двор, теснили друг друга и была таким образом уничтожена вся растительность. При этом в житии описано, что люди ночевали возле дома, потому что огромное количество людей вчера с вечера не смогли взять благословение, увидеть батюшку, оставались на ночь, ждали, когда утром он направится на богослужение. В соборе в городе Харькове, в котором совершал отец Иоанн службу, люди попросту не вместились. Толпа была настолько велика, что были сломаны решетки забора. Люди друг на друга напирали, была давка и забор попросту не выдержал, поломался во многих местах. Хор надо было переместить в алтарь, то есть вероятнее всего это был мужской коллектив, хор пел в алтаре, потому что все свободное пространство в храме было полностью занято. После окончания божественной литургии в Харькове отец Иоанн совершал молебен на площади городской. И вот как в прошлый раз Лудрика сказал, люди собрались в количестве 60 тысяч. Мы прекрасно понимаем, что не было современных средств связи, как сейчас WhatsApp, тот же Zoom, сотовая связь. Это телеграммы, письма и просто из уст в уста люди друг другу передавали, кто приезжает, когда, где будет служить отец Иоанн. И 60 тысяч человек собрались на молебен с отцом Иоанном. Теперь хочется сказать о том, что была интересная встреча у отца Иоанна с императором Александром III. И здесь я хотел бы зачитать, как эта встреча проходила. «Больной государь встретил отца Иоанна словами «Я не смел пригласить вас сам. Благодарю, что вы прибыли. Прошу молиться за меня. Я очень недомогаю». Это было 12 октября 1894 года. После совместной коленопреклонной молитвы государя наедине с отцом Иоанном последовало значительное улучшение здоровья больного и явились надежды на его полное выздоровление. Так продолжалось 5 дней, но 17 октября началось снова ухудшение. В последние часы своей жизни государь говорил отцу Иоанну «Вы святой человек, вы праведник. Вот почему вас любит русский народ». «Да», — отвечал отец Иоанн, — «ваш народ любит меня». Умирая по принятии святых тайн и таинства или освящения, государь просил отца Иоанна возложить свои руки на его голову, говоря ему «Когда вы держите свои руки на моей голове, я чувствую большое облегчение, а когда отнимаете, очень страдаю, не отнимайте их». Отец Иоанн так и продолжал держать свои руки на голове умирающего царя, пока царь не предал свою душу Богу. Это удивительная действительно встреча монарха, помазанника Божия и великого святильника. Отец Иоанн был кроткий, отец Иоанн был смиренный, но и государь тоже интересно сказал, что я хотел вас очень видеть, но не смел пригласить вас сам. Спасибо, что вы пришли. В житии отца Иоанна описано, как многие люди жертвовали ему деньги, мы об этом уже говорили, но вместе с тем часто ему жертвовали и облачения. Дорогие облачения из дорогой ткани. Отец Иоанн принимал, носил эти облачения, за что его иной раз укоряли, потому что они были действительно очень дорогими. Но отца Иоанна это не смущало, он носил их некоторое время, потом кому-то жертвовал, отдавал, как и все деньги. Но был один случай, который запечатлен в житии, как он не взял от женщины конверт с деньгами с огромной суммой, это 30 тысяч рублей. Не взял, потому что духовными очами прозрел, что эти деньги были заработаны нечестным трудом, и он отказался. Причем он не обидел эту женщину, она покаялась потом, что действительно это были деньги, заработанные при помощи греха. И отец Иоанн здесь показал, что душепопечение для него на первом месте. Он не побрезговал этими деньгами, он не хотел эту женщину укорить, обличить, он хотел спасти ее душу. Он отказался, женщина все осознала и покаялась. Также хочется отметить, что отец Иоанн был прекрасным проповедником. Это был человек очень образованный. Мы на прошлой беседе говорили о том, что сначала ему с трудом давалось постигать науки, потом Господь помог, открылись его очи, он начал прекрасно запоминать, легко постигать, многое узнавать. И отец Иоанн, он говорил свои проповеди в основном экспромтом, потому что у него был большой багаж знаний. Это был образованный человек, но при этом, отмечают авторы жизни и описания, он говорил проповеди настолько простые и доступные всем, что они действительно доходили каждому до ума и до сердца. Причем говорил он о возвышенных вещах, он говорил о очень сложных подчас вопросах, но таким простым языком, что людям было приятно очень его слушать. Всем известно, что отец Иоанн на протяжении своей жизни вел дневник, который потом стал основой для книги «Моя жизнь во Христе», его дневниковые записи. Удивительно, что при своем плотном графике, при том, что отец Иоанн очень много находился в разъездах, он находил время вести этот дневник. Когда был издан дневник в 1893 году, это был трехтомник, состоящий из тысячи страниц. То есть это большой фундаментальный труд, который претерпел несколько переводов, то есть его переводили на иностранные языки, и англиканские пастыри очень восхищались этой книгой и читали ее своей настольной книгой. А когда были изданы проповеди отца Иоанна, они насчитывали 1800 страниц. Естественно, проповеди свои он сам не писал, за ним записывали люди, но 1800 страниц текста – это свидетельство того, что отец Иоанн очень-очень много проповедовал и во время богослужения, и в личных беседах. Особо стоит подчеркнуть отношение отца Иоанна к России. Он для России был как грозный пророк. И вот здесь, позвольте тоже зачитать, как обращался к России отец Иоанн. Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужестве. Господь верил нам, русским, великий спасительный талант православной веры. Восстань же, русский человек! Кто вас научил непокорности и мятежам бессмысленным, коих не было прежде в России? Перестаньте безумствовать довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу и вам, и России! И грозно отец Иоанн прорекает. Царство русское колеблется, шатается и очень близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники, и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззаконие. Бедное Отечество! Когда-то ты будешь благоденствовать, только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, церкви, любви к царю и Отечеству и чистоты нравов. Здесь, конечно, хочется вспомнить пророка Иоанну, который проповедовал в Неневии, и народ там покаялся. Мы с вами помним, что им было дано время на покаяние, если бы они не покаялись, Неневия была бы уничтожена праведным судом Божьим, но народ покаялся. Отец Иоанн тоже был прав в том, что он говорил, что Россия колеблется и шатается, но мы знаем, что наш народ его не услышал и не поступил так, как призывал Отец Иоанн, и события, которые за этим последовали, они очень плачевные и трагичные в истории нашего Отечества. В житии описано, что в последние годы своей жизни Отец Иоанн занемог, то есть у него был хронический недуг, который сопутствовал ему в последние годы его жизни, но Отец Иоанн не унывал, Отец Иоанн не роптал, ни на свое здоровье, ни уж тем более на Бога, и даже отказался, хоть врачи и настаивали, кушать скоромную пищу, то есть он постником остался до конца своих дней. И вот как он писал о своей болезни. «Благодарю Господа моего за неспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души. Оживляет святое причастие, и он по-прежнему приобщался каждый день». 10 декабря 1908 года Отец Иоанн сам без чьей-либо помощи совершил последнюю божественную литургию, и через 10 дней, 20 декабря 1908 года в 7 часов 40 минут утра мирно отошел ко Господу. Надо сказать, что похороны отца Иоанна были очень пышные и торжественные. Почему? Было огромное стечение народа. То есть написано, что от Кронштадта до Ароньенбаума расстояние 23 километра. Все это расстояние занимал народ, который пришел помолиться и попрощаться со своим пастырем. Почему от Кронштадта до Ароньенбаума? Потому что его везли на станцию Ароньенбаум, оттуда по железной дороге до Балтийского вокзала, и от Балтийского вокзала его везли в монастырь Иоанновский на Карповке, где по его завещанию и по договоренности было приготовлено ему место захоронения, усыпальница. Так вот, от Кронштадта до Ароньенбаума 23 километра, а от Балтийского вокзала до монастыря на Карповке 9 километров. Все это расстояние занимали стоящие люди, которые молились и хотели посмотреть последний раз на своего пастыря. Это, надо сказать, был прецедент. В России таких пышных похорон с таким стечением народа не было на тот момент на памяти историков, очевидцев, прочих погребальных процессий. Отпевание совершал митрополит Антоний Ватковский, который с 1898 по 1912 год возглавлял Санкт-Петербургскую кафедру. И по свидетельству очевидцев отпевания, хоть люди и плакали, многие причитали, многие восклицали, на кого же ты нас оставил, зашло наше солнышко. Все-таки отпевание не было скорбным. Люди все во всей массе, они испытывали некую радость, потому что понимали, что перед ними лежит усопший, но святой человек, праведней, который всю жизнь был служителем искренним, служителем Божьим, который своим умом и сердцем всегда старался возноситься в горнее, ну а теперь уже, когда Господь благословил в определенное Ему время, Он своей душой направляется к тому, кого Он прославлял и кому Он служил. Покоронили Его, как уже сейчас мы определились, в усыпальнице на реке Карповке 45 в Санкт-Петербурге, в Нижнем храме. Сейчас также пребывают там мощи отца Иоанна. Открыта усыпальница в перерывах между богослужениями, то есть пока служба вечерняя или утренняя усыпальница закрыта. Это сделано для того, чтобы люди приходили на службу к Богу, потому что у нас, к сожалению, в православии иногда бывает так, что люди приходят как бы совершить некий обряд или приложиться к гробнице, или как вот в случае с Матроной Московской букет цветов принести, и забывают о том, что святые угодники Божии, они всех призывали идти к Богу, молиться Богу, исповедоваться Богу. И если люди бы так поступали, то отец Иоанн бы, конечно, очень этому радовался. Прославлен был отец Иоанн на Поместном соборе 1990 года, и сейчас его память совершается 2 января. Ну, то есть, получается, он умер 20 декабря, это по старому стилю, а сейчас по новому стилю 2 января совершается его память. И мы к нему обращаемся в своей полноте так же, как и люди, которые жили вместе с ним, его современники, но уже совсем в ином статусе он пребывает перед нашим взором. Мы можем ему молиться, мы можем его просить, он, конечно же, слышит. Я думаю, что огромное количество чудес совершается и сейчас по молитвам отца Иоанна. Просто люди не все могут записать, как было сказано и в Евангелии, что за Христом записали не все чудеса, весь мир бы не вместил пишемых книг. Так же сейчас и через угодников Божьих, через их молитву, Господь посылает чудеса для того, чтобы укреплять нас в вере, пастырей в их пастырском делании. Но в целом же хочется подытожить и, оканчивая беседу о житии отца Иоанна, сказать, что есть очень много, чему подражать из жития отца Иоанна. Очень многое, конечно же, это высокий идеал, а что-то более реальное для нас, для пастырей. Ну и естественно, люди будут взирать на то, как живем мы, и стараться подражать угодникам Божьим и церкви земной, воинствующей. На иконе, мы знаем, отец Иоанн изображается с чашей, потому что основой его жизни всегда было служение Богу и совершение божественной литургии. Но интересно, что в своем дневнике он как-то писал «Наконец-то я стал совершать божественную литургию каждый день». То есть отец Иоанн, он не с самого начала своего священческого пути совершал божественную литургию каждый день, потому что это действительно очень сложно, к этому надо прийти, надо себя духовно взрасти. Отец Иоанн к этому шел, он стремился к этому, он достиг этого идеала и потом при помощи Божьей совершал божественную службу каждый день. Это прекрасный пример для подражания. Будем молиться, чтобы святой отец Иоанн Кронштадтский молился о нас Богу. Благословите, Владыка, у меня на сегодня все по информации, которую я готовил. Простите, если что не так. Спасибо, Господи, за внимание.